МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новость недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей, здравствуйте. Свою жизнь они посвятили детям. Сегодня в Беларуси отмечается День учителя. Лучшие из лучших предприятия нашего региона вошли в число победителей национального конкурса «Предприниматель года». Золотые люди. Из долгожителей нашего региона 100-летний юбилей отметили 101 женщина и 13 мужчин. Также в выпуске об итогах трудового семестра, инновационных идеях молодежи и знаковых проектах Белорусского республиканского союза молодежи, актуальное интервью с Игорем Завалеем. По традиции, заведенной более 50 лет назад, в первое октябрьское воскресенье в Беларуси отмечается День учителя. Пусть профессиональная деятельность приносит вам удовольствие и радость, а отданные силы и энергии окупятся благодарностью всех людей, которые живут и работают рядом. С таким пожеланием ко всем учителям области по случаю их профессионального праздника обратились областное управление образования и отраслевой профсоюз. В регионах прошли праздничные мероприятия, на которых чествовали и награждали лучших. Не стал исключением и Гомель. Областной праздник прошел в Доме учителя, куда пригласили педагогов из всех районов. Рядом с молодыми учителя, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли. В истории системы образования области вписаны имена одного народного учителя Советского Союза и 61 заслуженного учителя БССР и Республики Беларусь. К ним же можно добавить и несколько десятков отличников образования. Во время проведения областного праздника нагрудный знак вручен начальнику Центра регионального тестирования и профессиональной ориентации Владимиру Глазунову. Учителям Гомельской области действительно есть чем гордиться. Всего один пример. По результатам централизованного тестирования этого года учащиеся средних учебных заведений региона заняли первое место среди областей и города Минска. Традиции старшего поколения педагогов перенимают молодые. Только в этом учебном году принято на работу около 1300 выпускников высших учебных заведений. Я хочу выразить огромные слова благодарности вам, дорогие мои педагоги, коллеги, дорогие учителя, которые каждый день, приходя в школу, в лицей, в гимназию, приходя к своим ученикам, полностью передают свои знания, навыки. Новая технология применяется сегодня каждый день. И особо хочется отметить молодых креативных учителей, которые по-современному преподают свой предмет. Интересно так, что ребята с желанием идут сегодня в школу. Пожелать крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неиссякаемого творчества. И пусть доброта, сердец, ласка рук, теплота душевная всегда отражаются благодарностью со стороны родителей, учеников, своих коллег. И этот крепкий тройственный союз приносит всегда самые высокие результаты. Фамилию этого директора школы Беларусь узнала во время проведения республиканского совещания педагогических работников с участием президента. Леонид Черняков из Зеленоческой базовой школы Калинковического района вышел на трибуну, чтобы рассказать о плюсах сельских учреждений образования. В канун Дня учителя наши корреспонденты на месте ознакомились с методами работы зеленоческих учителей. В вопросах трудового обучения Зеленоческая базовая школа в Калинковическом районе и безусловный лидер и признанный новатор. На школьном дворе взгляд притягивают два трактора и прицепное оборудование, которое используется на сельскохозяйственных работах. Школы выращивают для реализации овощи, картофель и овес. Правда, работают на технике, исключительно взрослые. А вот школьный сад в распоряжении детей. В урожайные годы с их помощью здесь собирают до 500 килограммов яблок. Местные школьники вообще приучены к труду. Уже в детском саду им предлагают работать с глиной. И к девятому классу многие становятся настоящими ремесленниками. При том, что их изделия отличаются особой, положительной энергетикой. Ребята, занимаясь керамикой, становятся добрее, потому что они сталкиваются с прекрасным. И работы детские, выполненные детскими руками, несут в себе исключительно положительную энергетику. Что касается изделий из глины, то в Зеленоческой школе начинали с изготовления ВАЗ, однако технология оказалась слишком затратной. Сейчас здесь делают керамические изделия, в том числе по заказам различных организаций, в связи с юбилеями и памятными датами. Это позволяет школе с финансовой точки зрения чувствовать себя достаточно уверенно. Во всяком случае, у родителей деньги на ремонт учреждения не просят уже давно. Кроме того, здесь освоили выпуск тротуарной плитки. Именно ею вымощен школьный двор. В последнее время приступили еще и к изготовлению стендов. Получается, втрое дешевле, чем закупать у сторонних организаций. Некоторые родители, правда, с приобщением к труду их детей, в какой-то период были не согласны. Однако потом точку зрения пересмотрели. Хотя насильно работать в Зеленоческой школе никто не заставляет. Можно и в классе остаться. Но потом перед своими же товарищами будет стыдно. Впрочем, сельские дети к труду в основном приучены, и выйти на уборку овощей или картофеля даже в радость. Хотя и при этом школьников никто не перегружает. Что касается интересов учебного заведения, то часть выращенного она реализует. Часть использует для собственных нужд. Себестоимость той же моркови, например, почти в 20 раз ниже той, что продается в торговой сети. Сэкономленные деньги направляются на увеличение ассортимента блюд школьной столовой. Кроме того, на основании полученного опыта в Зеленочи подготовили и опубликовали методическую разработку. Выращивание овощей на пришкольном участке. Однако главное все-таки трудовое воспитание. Дети выполняют только посильную работу. Это там прополка, уборка легкая. А что касается там, они работают от часа до полторы, то есть перерывом, несколько минут. То есть для детей мы стремимся, чтобы не тучить их от труда, а заинтересовать их трудом. И мы еще самое главное направление, что мы учим детей трудиться, а не играть труд. Чтобы они видели конкретный результат этот. После завершения обучения в Зеленочской базовой школе все выпускники поступают в колледжи и лицеи. Многие потом продолжают обучение в вузах и возвращаются домой. 40% местных учителей – бывшие учащиеся учреждения образования. А у ты мудрый курой детячий, раша мудрая задача, читай книжки охвоты и любить розную работу. Живите сто годов и более, да не забудьте свою школу, что вас вучила и растила, как батька и мать у свет пустила. Меня никто и не сурочен, а деток ваших тягнуть в очи. Это стихотворение когда-то написал белорусский поэт Владимир Вереметчик. Тоже директор школы, но другой, из Реческого района. То ли труд так положительно влияет, то ли зеленоческие школьники вообще талантливы во всем. Но стихи и песни здесь тоже любят. На уроке пения учащиеся исполняют произведения, а первые – учительницы. Потом переходят на песню о Радуге и завершают песни о войне. Они уже умеют работать, а о сражениях знают только из книг и кинофильмов. В зеленоческой школе о патриотизме вслух каждый день не говорят. Однако ежедневно воспитывают людей, любящих свою землю не только на словах. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковичский район. Новости недели. Программу продолжит обзор новостей от службы информации. Вы узнаете, как в «Гомеле» будут помогать подросткам, где в субботу кружила льняная карусель, и сколько новорожденных в этом году получили статус «Дитя мира». На заседании Гомельского облсполкома проанализирована готовность организации к работе в осенне-зимний период. Как сообщил генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Сгурский, все объекты ЖКХ Гомельской области готовы к отопительному сезону. Согласно принятому на заседании решению, основное внимание сейчас следует уделить обеспечению рациональных режимов теплоснабжения, экономному использованию ресурсов, а также неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности. В «Гомеле» открылся Центр «Подросток». Он создан в рамках проекта «Белмед», который финансируется Европейским Союзом. Центр расположился на базе Гомельской центральной городской детской поликлиники по улице Мазурова. Сюда молодежь сможет обратиться за консультацией, советом или поддержкой по вопросам здоровья и проблем переходного возраста. Работать с подростками будут шесть специалистов, в том числе психолог, педиатр, психиатр, нарколог. Это седьмое подобное учреждение в Гомельской области и 55-е в стране. Получить консультацию в таком центре можно анонимно. Фестиваль «Льняная карусель» прошел в субботу в городском поселке Корма. Мероприятие нацелено на развитие туристического потенциала района, пропаганду духовных ценностей и традиций народной культуры. Начался праздник «Льняным парадом», на котором представили изделия из северного шелка. Сразу после этого участники фестиваля приступили к созданию «Льняной карусели» – композиций из рушников. Весь день на празднике работали тематические площадки. К примеру, в фестивальной мастерской свои изделия представили ремесленники. В «Льняном бестро» предложили блюда белорусской кухни. Народные песни звучали на творческой площадке. В Международный день мира 21 сентября в Гомельской области на свет появилось 56 детей. Из них в Гомеле – 35. Новоиспеченных гомельчан и их матерей в начале этой недели поздравили представителей областного отделения Белорусского фонда мира. Каждый ребенок получил статус «Дитя мира» и соответствующее свидетельство. Этой акции уже 11 лет. За время ее проведения статус «Дитя мира» получил 661 маленький житель области. Гомельские предприятия «Продмаркетбай», «Бумпром», «АйТи Саппорт Ми» и «Светлогорский завод сварочных электродов» стали победителями национального конкурса «Предприниматель года». Причем резидент Гомельского технопарка компания «АйТи Саппорт Ми» победу в престижном конкурсе одерживает уже второй год подряд. На этот раз в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг». За двойной успех предприятие будет награждено правительственным дипломом «Гоноровый продпромальник». С победителем встретилась Марина Жалая. Начинали с двух программистов, а сейчас их уже более 80. Компания «АйТи Саппорт Ми» работает на рынке около пяти лет. Разрабатывает и поддерживает программное обеспечение для крупнейшей в США сети производителей, которые являются дистрибьюторами медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Причем один из руководителей родом из Гомеля. Отсюда интерес и доверие к белорусским разработчикам. Что вам помогло в вашей компании стать одним из победителей национального конкурса «Предприниматель года»? Наш заказчик – компания, которая занимается продажами и поставками медоборудования и медпрепаратов. Соответственно, наша система помогает ей, этой компании, нашему заказчику делать их бизнес. То есть отслеживать полностью жизненный цикл клиента, их пациента. То есть начиная от того, как он вообще захотел что-то у них приобрести, появилась такая потребность, до они проверяют, насколько это подходит человеку, насколько врач действительно прописал. Разработчики компании «АйТи Саппорт Ми» изобрели мобильное приложение, с помощью которого можно определять уровень сахара в крови. Тоже по заказу американской компании. Ребятам удалось то, что не смогли корейские специалисты. Хотя сейчас, согласно условиям резидентства в технопарке, дальнейшую работу над устройством «АйТи Саппорт Ми» передала доверенная компания «АйТи Док». Кстати, изобретение станет доступным и для жителей Беларуси. Но это еще в будущем. А на себе испытать его мы решили уже сейчас. Прокалываем ваш пальчик. Не больно? Нет, не больно. Вот, теперь вставляем тестовую полоску в прибор. И берем пробу крови. Совсем чуть-чуть. Да, 5,8 у вас. Все хорошо? Да, все в порядке. На сегодняшний момент у нас полностью есть завершенное устройство, оно работает. Это устройство, которое может работать на 80% известных телефонов. На сегодняшний момент мы занимаемся разработкой расходных материалов, собственных расходных материалов под это устройство. Вот это сейчас наша основная приоритетная задача. Некоторым больным диабетом нужно измерять сахар в крови до 10 раз в день. Делать это амбулаторно практически невозможно. Поэтому с каждым годом ученые стараются сделать жизнь людей с таким заболеванием комфортнее, изобретая удобные в использовании и высокоточные глюкометры. Частое измерение глюкозы – это залог компенсации диабета. Чем чаще пациент это сделает, тем лучше мы получим контроль и, соответственно, сможем притормозить развитие осложнений и улучшить прогноз на будущее у этого пациента. Пока же компания IT Support Me работает над рядом других интересных медицинских проектов. В планах увеличить количество заказчиков и расширить рынок экспорта своих услуг. Еще один победитель конкурса – Светлогорский завод сварочных электродов является резидентом СЭС Гомель Ратон. И его успешная работа во многом обусловлена принадлежностью к свободной экономической зоне. Наше действующее законодательство предполагает ряд льгот, налоговых и таможенных преференций для резидентов свободной экономической зоны, что позволяет более динамично развиваться предприятиям и сэкономить на те денежные средства, пускать на развитие и расширение производства. Этим и планирует заняться руководство завода сварочных электродов. По результатам недавнего визита в Винницу, где находится головное предприятие «Плазма-Тех», было принято решение о расширении его площадей на территории Светлогорска с созданием более 110 новых рабочих мест. Объем инвестиций при этом превысит 1,5 млн долларов. Специалисты отмечают, сейчас благоприятное время для развития бизнеса в нашей стране не только крупного, но и среднего и малого. Для этого разработан проект декрета по либерализации в экономике о развитии предпринимательства. Сейчас он находится на рассмотрении президента Беларуси Александра Лукашенко. Все это мы надеемся, и я думаю, это будет направлено и в результате даст нам увеличение количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомню, в сентябре уже было подписано несколько указов в этом направлении. Так, 337-й о регулировании деятельности физических лиц расширил перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Перечень расширили за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов, обуви, парикмахерские и косметические услуги, выполнение отделочных работ и так далее. Всего 12 видов деятельности, и это еще не предел. Марина Джала, Павел Антонов, Сергей Лукашук. Новости недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Белорусский Республиканский Союз Молодежи объединяет школьников, студентов и работающую молодежь во всех уголках республики. И для нашего региона, и в масштабах Беларуси, знаковыми стали студотрядовское и волонтерское движение Белорусского Республиканского Союза Молодежи, работа по формированию здорового образа жизни и патриотическому воспитанию поколения НЕКСТ. О приоритетах организации в актуальном интервью программе рассказал первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сентябре 2017-го крупнейшая молодежная организация страны отпраздновала свое 15-летие. Интересно, какими делами и проектами встречали день рождения здесь, на Гомельщине? Ну, конечно, знаменательная дата. За 15 лет было очень много сделано. За 15 лет очень много выходцев с организаций, которые уже занимают и ключевые посты, и в районах, и в области. Поэтому мы в первую очередь, наверное, ставили для себя задачу постараться собрать где-то в каких-то определенных местах этих людей. Назвали это диалог поколений. То есть все из молодежи по-прежнему остается кузнецей кадров? Да, несомненно. Парни и девушки, которые толковые, которые понимают, что от них хотят, ставят перед собой цели и задачи, выполняют их, они всегда на виду, и больше года они не работают, как правило, в организации, они сразу уходят на повышение. Либо это в исполнительную власть, либо руководителями, замруководителей в какие-то учреждения. И вот в рамках 15-летия празднования мы попытались собрать таких людей, которые были первыми секретарями, и сейчас занимают какие-то посты, и пообщаться, как было тогда, что есть сейчас, какие-то, может, предложения от них, да, вот они видят со стороны. И вот в этих спорах, да, мы хотели, чтобы родились какие-то истины, которые мы могли бы потом применить для дальнейшей деятельности нашей организации. Это, конечно, еще и хороший пример для молодежи, которая была приглашена. Конечно, благодаря таким примерам ребята видят, что может дать организация, и более активнее себя вести именно в деятельности организации. Благодаря союзу молодежи они могут достичь тех высот, которых, если бы они были одни, ну, наверное, бы не смогли приблизиться к ним. Буквально коротко об основных направлениях союза молодежи. Пользуясь случаем, думаю, что уже сегодня смело можно отчасти подвести первые итоги трудового семестра 2017. Каким оказалось это лето для студотрядовского движения здесь у нас, в Гомельской области? По-прежнему у нас в приоритете семь направлений. Я, наверное, назову самые главные. Это 100 идей для Беларуси, волонтерское движение, студотрядовское движение, ну и патриотическое воспитание. Что же касаемо студотрядовского движения, этот год был нелегким, и он еще не завершился. Сейчас идет еще уборка сельхозпродукции. В этом году мы столкнулись с проблемой небольшой. Именно оформление студотрядовского движения. Ведь что такое студотрядовское движение? Это одна из форм занятости молодежи, трудоустройства молодежи. И именно в студотрядах есть определенные трудности документальные по оформлению. И сейчас Гомельская область направила на уровень республики предложение о том, как усовершенствовать на законодательном уровне эту процедуру, чтобы упростить оформление студенческих отрядов. Но самую главную функцию Союза молодежи мы выполнили. Мы нашли работодателей, и мы нашли молодежь, которая хочет заработать свою первую рубль. Кстати говоря, сколько таких счастливчиков оказалось в Гомельской области в этом году? Первая цифра уже есть? Да, есть оперативные данные. На сегодняшний день это порядка 6 тысяч, это индивидуальное трудоустройство, и полторы тысячи в студотрядах. Но еще трудовой семестр не закончен, и поэтому, я думаю, эти цифры изменятся. 15 лет Союза молодежи. Как за это время поменялась организация? Конечно же, она очень сильно изменилась. И, как сказал глава государства на 42-м съезде, что мы повзрослели. То есть, если, когда это все создавалось, еще никто не знал, какой будет итог, то сейчас видят, что есть конкретные направления, есть конкретные дела, есть конкретные участки по работе с молодежью, за которые мы отвечаем. Поэтому это говорит о том, что, наверное, результат есть, и он неплох. 15 лет – это все-таки подростковый возраст, наверняка есть проблемы и недоработки. Вот какие из них сегодня под особым контролем руководители организации? Ну, в первую очередь мы стараемся не распыляться. Все-таки заниматься всем и ничем – это, наверное, уже вчерашний день. Нам сегодня надо определить основные болевые точки в работе с молодежью и работать именно там. Проблемы, какие я вижу, ну, у каждого направления свои проблемы. Но в общем, скажем так, если сказать, в общем, какие проблемы – это, наверное, нам больше черпать инициативы снизу. Не предлагать молодежи что-то от себя, а брать от них инициативу и стараться ее реализовывать уже в областном масштабе. И, может быть, даже выносить на уровень республики. Пусть бы больше таких проектов было родом из Гомельской области. Что ж, спасибо за интервью, успехов в делах и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо вам. Сегодня отмечается День пожилых людей. Эта дата была утверждена в 1990 году Генеральной Ассамблеей ООН. С тех пор ее отмечают во многих странах мира, в том числе и в Беларуси. К слову, на Гомельщине, по данным Главного стата управления области, сегодня проживает 359,5 тысяч пожилых людей. Это более 25% от общего числа жителей региона. Примерно четверть из них – одинокопроживающие. Таким людям центры соцобслуживания предлагают различные формы помощи, в том числе бытовую и психологическую. Статистика также говорит, что каждый четвертый городской житель – это именно пенсионер. Среди сельского населения каждый третий. При этом пожилых женщин почти в 2,5 раза больше, чем пожилых мужчин. Специалисты отмечают, что именно женщины с большей вероятностью доживают до преклонного возраста. Так, на сегодня в нашем регионе проживает 101 женщина, отметившая 100-летний юбилей. В то время как мужчин всего 13. И именно женщины после выхода на пенсию чаще всего решают продолжить свою трудовую деятельность. Среди работающих пенсионеров их более 70%. При этом и у женщин, и у мужчин пенсионного возраста самые популярные сферы занятости – это сфера услуг и производства. К слову, уровень смертности, состояние здоровья и образ жизни населения влияет на ожидаемую продолжительность жизни. За последние годы этот показатель вырос почти на 4 года и сейчас составляет более 73 лет. Сегодня отмечается Международный день музыки. Ежегодно во всем мире он празднуется 1 октября и знаменуется проведением ярких концертных программ. Гомельская областная филармония решила поддержать эту традицию и сегодня открывает новый концертный сезон. Творческий подарок для зрителей – выступление российского арт-проекта «Тенора 21 века» в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского. А теперь о других не менее значимых событиях уходящей недели расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Гомельский дворцово-парковый ансамбль привык удивлять своих гостей поистине уникальными экспонатами. На этой неделе здесь открылась выставка, приуроченная к столетию Октябрьской революции. Первый зал экспозиции «Октябрь и люди и судьбы» поможет узнать больше о политических партиях и настроениях гомельчан накануне Октябрьской революции, о гражданской войне и стрекопытовском мятеже, о военном коммунизме и НЭПе. Среди действительно уникальных экспонатов – образцы денежных единиц, которые были распространены на территории бывшей Российской империи в период гражданской войны. Купюры на ткани, а также редкие денежные знаки, выданные в Гомеле в 1918 году. Соседний выставочный зал от коммуналки до хрущевки – это отображение бытовых условий, в которых жили обычные советские граждане. Экспозиция демонстрирует бытовую технику, мебель и различные другие знаковые предметы ушедшей эпохи. Старшему поколению это выставочное пространство подарит минуты ностальгии, а молодежь окунется в атмосферу, в которой жили их бабушки и дедушки, папы и мамы. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина тем временем открылась выставка «Живая связь между народами». Экспозиция разместилась в музее редкой книги. Она насчитывает свыше 30 уникальных печатных изданий, в том числе миниатюрных. Это преимущественно словари и учебники по иностранным языкам. Стоит отметить, представленные научные источники отражают как общеизвестные языки народов мира, так и довольно редкие и даже мертвые. Настоящей изюминкой коллекции является большое собрание довоенных учебников по белорусскому языку, по которым можно проследить эволюцию его литературной и филологической нормы. Экспозиция книжных изданий дополнена денежными единицами и различными повседневными предметами народов разных стран. Гомельские городские оркестры на этой неделе отметили свое десятилетие. На сцене общественно-культурного центра развернулся большой юбилейный неслучайный концерт. Специально приглашенным исполнителем и вместе с тем ведущим вечера стал популярный белорусский певец и композитор Георгий Колдун. В целом участие в грандиозном юбилейном концерте приняли около ста музыкантов и вокалистов. Зрители увидели блистательное шоу с участием сразу двух оркестров учреждения – симфонического и концертного духового. Каждый из них исполнил все самое лучшее, что имеет в своем творческом арсенале. Со сцены звучали классические и эстрадные произведения, джазовые композиции, белорусские и мировые хиты. Следующая неделя обещает порадовать нас не менее яркими событиями. В картинной галерее Гаврила Харитоновича Ващенко откроется выставка «Свет фресок Дионисия». Здесь будут представлены фоторепродукции известного древнерусского иконописца, выполненные московским фотохудожником Юрием Холдиным. А тем временем Светлогорский историко-краеведческий музей всех желающих приглашает на интерактивную выставку «Фонтана», рассказывающую об истории иллюзионного искусства. Этот уникальный проект позволит каждому посетителю на время почувствовать себя фокусником или его ассистентом. Будьте в курсе самых интересных событий из мира культуры вместе с нами Вероникой Ворошилиной и Евгением Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова